всем привет вы на канале деянка блог меня зовут галина сегодня я буду рассказывать как сделать чертеж для трикотажной юбки без вытачек это самая простая модель юбки такой чертеж подойдет для вязания любым способом на спицах крючком или на машине для построения чертежа нужно снять всего три мерки объем талии объем бедер и длина юбки снятые мерки нужно разделить пополам объем талии пополам объем бедер пополам но длина остается как вот она есть таблица для построения чертежа половину объема талии разделить еще раз пополам и также половину объема бедер тоже разделить еще раз пополам чертеж можно сделать в масштабе один к четырем для этого можно воспользоваться масштабными линейками если будет сделан такой чертеж что уже не нужно будет делать чертеж полный размер выкройку большую все вычисления можно будет сделать на этом маленьком чертеже для начала вязания нужно конечно связать расчетный образец чертеж юбки без вытачек модель можно сделать расклешенную можно сделать прямую вот прямая вот по этой линии это линия местоположение бокового шва или расклешенная ну здесь примерно дано расклешение от 3 до 5 сантиметров для машинного вязания расклешение будет зависеть от толщины пряжи потому что здесь мы ограничены количеством иголок на машине слишком широкая юбка не получится итак для построения чертежа нужно построить прямой угол вот допустим здесь провести линии горизонтальную линию линию бедер и линию низа линию середины заднего полотнища линию середины переднего полотнища от линии середины заднего полотнища по линии талии вправо отмерить ширину сетки как ее высчитать ширина сетки это объем бедер разделенный пополам плюс свобода облегания это стандартная мерка два сантиметра и полученная цифра и будет ширина сетки допустим 54 сантиметра и от данной точки отмеряем вправо 54 сантиметра от полученной точки вниз провести вертикальную линию следующая линия линия бедер от линии талии вниз по линии середины заднего и переднего полотнищ отмерить 16 20 сантиметров это стандартная мерка ну допустим 18 и провести горизонтальную линию это будет линия бедер линия низа от линии талия отмерить мерку длины юбки и провести горизонтальную линию это будет линия низа линия местоположения бокового шва ширину сетки разделить пополам и провести перпендикуляр для того чтобы боковой шов не отвисал если юбка толстая то по линии низа после наборного ряда выполняют укороченные ряды на расстоянии равной длине юбки то есть приподнимают боковую часть юбки боковой шов чтобы приподнять линию бокового шва от линии низа отмеряю 2 сантиметра проводят линию и потом чтобы средняя часть была длиннее чем боковой шов после наборного ряда выполняют несколько рядов частичного вязания на высоту 2 сантиметра но это зависит от петельной пробы сколько рядов сантиметре как построить боковой скос который заменяет вытачку от линии бедер вверх отмеряют 35 сантиметров по желанию ну 4 допустим проводят горизонтальную линию параллельную линию бедер по линии талии от линии середины заднего полотнища отмеряют следующую величину объем талии разделен пополам плюс 3 сантиметра на свободу облегания чтобы здесь не было очень узко под поясом по линии талии часто делают уголки скосы чтобы юбка лучше сидела их тоже выполняют частичным вязанием по линии середины заднего полотнища вниз опускают 2 сантиметра отмеряют проводят линию от эти от этой точки до точки скоса который заменяет вытачку это была спинка юбки переднее полотнище выполняется аналогично низ аналогично только уголок скос от линии талии делается не два сантиметра а всего один и также выполняется частичным вязанием на высоту этого скоса то есть на один сантиметр ну тут возможно всего в две фазы можно обойтись количество петель разделить на три части допустим здесь почти прямое полотно и здесь выполнить укороченные ряды чертеж прямой юбки без вертикальных вытачек построим продолжение будет в следующем видео если видео было полезным ставьте лайки подписывайтесь на наш канал спасибо всем кто смотрит видео полностью от начала и до конца всем спасибо всем удачи до свидания